Меценат, краевед, художник, купец Константин Павлович Головкин вошел в историю города как человек прогрессивный. Он увлекался фотографией, катался по Волге на моторной лодке, первым проехал по улицам Самары на собственном автомобиле. И этого времена, когда не каждый самарец видел машину даже на картинке. Его знаменитая дача со слонами, городская достопримечательность, известная всем самарцам. К 150-летию Константина Головкина усадьбу отреставрируют. Длительный процесс передачи здания из муниципальной собственности в федеральную завершился летом прошлого года. Смена собственника позволит получить дополнительное финансирование на реставрацию объекта культурного наследия. Уже прошли торги на подготовку проектной документации. Все это делается за счет федерального бюджета. И я рассчитываю, что уже до конца текущего 2021 года реставраторы выйдут на площадку, на этот уникальный объект, который, слава Богу, мы спасаем от разрушения. Константин Головкин является основателем коллекции Самарского областного художественного музея. К 150-летию известного самарца в музее пройдет посвященная ему выставка. Предварительное название «Самарский Леонардо – купец, меценат, художник». Время проведения выставки с 25 ноября 2021 года по 15 января 2022 года. Также музей предлагает создание культурной экскурсии по местам в центре города и фестиваль летний, который может пройти на территории музея Магод. Также в этом году в шорт-листе рабочей группы по установке скульптурных композиций в Самаре запланирован и памятник Константину Головкину. Какой должна быть сама скульптурная композиция и где ее установить, предлагается решить по результатам открытого голосования. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.